Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будет видео о том, как научить собаку выставочным командам, то есть как образуется собака в выставке, такая у вас собака миша, с породами и памперами. Сейчас я его выпущу и буду показывать все, что нам нужно для дрессировки собаки, для выставки, для подготовки к выставке. Что ж, давайте мы начнем. Нам понадобится вот такое вот, ну, будет удобно, чтобы вот тут лакомство, самое главное это лакомство, лучше иметь такое, как пояс дрессировочное, это очень удобно. И также, если у вас не фаундленд, или какая-то порода тоже крупная, то на ринг всегда надо с собой выносить какую-то тряпочку, потому что у них обильное слюновыделение больших пород, именно таких, как Синберна, Ринфаундленд, там Кувас, Горно-Пиренейская собака и так далее. Вот таких вот пород, там Бернский Зининхунд и все такое, у них очень обильное слюновыделение, и на ринге всегда надо иметь с собой тряпочку, чтобы как бы судья руки не измазал об слюни, когда смотрел собаку, и чтобы у него не было вот тут вот грудь грязная. Вот тут, давайте, ой, извините, все-таки надо, мне надо напускать. Погоди, хоп, давайте лизун домой, вырвайся. Катуса? Нет. Я настряла широкий ракурс, чтобы было вам больше видно, вот так уже сделаю немного. Вот, это Миша. Сначала мы должны начать с собаки шейник, на ринг ни в коем случае нельзя выходить, на шлейки, на шейники, на строгом ошейнике. Только удавка или ринговка, только. Больше ни на чем нельзя к другому сходить. Ай, Миша, иди сюда. Так, одеваем собаку ринговку. Миш, отдай. Он обычно спокойно одевает, но сейчас он что-то вроде сделал. Сейчас бесится немного. Вот. Собаке ринговку надо одевать под самые уши, то есть сейчас я вам покажу, смотрите. Вот прям вот, Миша, погоди, стоп, сидеть. Молодец. Вот, то есть у собаки, вот здесь вот уши, и мы должны ринговку прямо под самое, чтобы собака не душилась, вот, за кадык как бы одевать. Вот так вот, сейчас, надеюсь, видно. Миш, не поворачивай. Вот, прям вот тут, прям по душу. Собака должна идти с левой стороны, то есть когда мы бежим на ринке, собака идет с левой стороны, точнее бежит. Только слева, не справа, не спереди. Ну, это впереди там бывает у овчарок и у некоторых пород, но вообще собака должны бежать рядом. Вот, то есть с левой стороны. А также номерок мы приклеиваем с левой стороны. отходит куда-то далеко там если мы говорим как только мы говорим рядом на собаку натягиваем так на себя вот то есть собаку резко дергать вот так вот нельзя так как можно там щенку и сил юниор как миша там какой-нибудь сломать как лучше или вывихнуть чтобы такого ничего плохого не было мы просто берем и вот просто вот мы управляем видите туда двигаем сюда она вот ходит как мы хотим если кто-то хотел захотел зависеть от не фанлинда или собаку породы которые перечислила причислил причисляла ранее в начале видео вот такие вот породы тоже как вот таким вот такой может здесь похожий лучше вообще иметь в общем лучше всего иметь для собаки или сразу тряпочку сразу вытирать только у собаки на костына потекла сразу вот тут и все вытираем или же купить заказать там какой-нибудь группе там породы ваши там у нас есть группа не фанлинда там очень там постоянно высвечиваются разные объявления о продаже там слюнявчиков там разных кулонов там наклейки все такое в общем слюнявчик это очень хорошая вещь для такой породы то есть вот сюда вот мы и нацепили перед выставкой на выставке он там походил перед рингом и вот тут у него не грязно тут у миши вот с песком слюни перемешку я их вытираю они все равно не утекут вот но постоянно вытирать я не могу так как я дома всегда не нахожусь вот поэтому так вот она вот здесь вот прицепляется не сильно и все это все слюни и текут на шлюнивчика шерсть у него вот такая вот мягкая остается совет сейчас оставляю 5 камер также вот я вам показала как получить собаку команде рядом то есть мы прошли пару метров собака прошла рядом прошла рядом даем хвалим молодец все это достаточно просто теперь я вам покажу как бегать собакой в принципе смысл тот же разницы никакой нету вот смотрите во-первых собака должна просто уметь пробежать не должна прыгать при прыжку когда убежать при прыжку они должны как-то как-то нестись как резаная просто совершенно и бежать их своих уметь так бежать побежали и щек побежать собаку вообще если она еще рядом так не может лежать посадитесь собаку статике команду ждать там или место я говорю ждать и не знаю подходить там подальше и зовете к себе собаку собака должна Бежать не как резная, а должна ростцой бежать Лучше далеко не отходить Если вы далеко отойдете, она будет бежать быстро Вот Такой закон Собака Так, смотрите, еще раз покажу Вообще лучше команду использовать Какую вы хотите, это как бы ваше дело Я называю эту команду Побежали и рядом И лучше всего Чтобы ваша собака вниз не смотрела Морду вот так вот, когда бежала, вниз не опускала А собака должна смотреть лучше как-то Или ровно, или наверх, или на вас Чтобы судья видел морду собаки Как у него тут Смотрите, то есть Мы берем лакомство в руку Подожди Вот лакомство, берем в руку Или игрушку, как я видел, многие хендлеры Берут в руку игрушку, собаки и бегут С ней собака смотрит на эту игрушку и бежит Все идеально ровно, смотрите, то есть Показываем лакомство Побежали рядом Побежали рядом Тихо, молодец, хорошую мать Вот, давайте еще раз, смотрите, показываю Берем лакомство, показываем собаке Давай, побежали Хорошо, побежали Хорошо Молодец, давай еще раз Давай, Миша, побежали Побежали Ой, спотыкаюсь, на мои ноги Смотрите, я плохо бегу Я сейчас не могу нормально сконцентрироваться, потому что я видео снимаю Еще тут Миша, и смотрит Миша Вот этот, еще грубый, вот этот пёш Пёш, пёш, пёш Пф, пф, собака Вот, это все с путь минутки Давай, сидеть, сидеть, сидеть А, на себе шик А, цар Ой, хорошенький так Ой, сушлики сидят Вот, смотрите, все Как бы, эта команда достаточно просто научить Просто на это несколько тренировок Я Миша учила всем выставочным командам в четырех месяцах Как нам его подарили С самого первого дня Я его учила Не трогай меня, пожалуйста Прям, такой вообще Ночится Э, может, отдать мне? Да, спасибо Вот, это такую яму выкоплю Миша Вот, смотрите Для маленьких пород используют стол Или, например, такие столбики И они покупаются Или можно делать самим Но для больших собак такой не подойдет Стол уж тем более И столбики вот эти на палочках Для больших пород подойдет блоки или кирпичи Поставить, то есть, к примеру, тут один блок ставить для собаки И там, где должны стоять ее лапы Вот, или кирпичи, как бы, как А что у вас есть, то и ставите Что... Мишхаре! Мм? Вот А если собака не может сама так встать на эти блоки Ой, не может сама в стойку научить встать Что тут встал? Уйди! Пес И, то есть, вы собаку ставите, учите с детства на эти блоки становиться Чтобы она не боялась ничего Блоков у меня сейчас просто нету Я бы вам показала, но у меня их сейчас нет Но я Миша вообще без блоков учила Только когда мы к кинологу пришли Она... Миша, фу! Она нам рассказала, как надо учить его Что его надо удобнее поставить так На блоках это удобнее учить В общем, смотрите Вообще Вообще, собаку вот так вот Вы берете вот тут за ринковку И вот так вот и манипулируете То есть, вы берете и ставите Вот так вот, чтобы у собаки был ровно корпус Вот вы ставите свои ноги Вот И собака должна быть не изогнута как-то, а вот ровно стоять Миша, я называю эту команду стойко-ждать То есть, говорю стойко, а потом ждать Чтобы он ждал и не переставлял свои лапы Вот стойко Я его поставила, корпус я его держу Вот Потом мы начинаем передвигать задние лапы, как вам надо Как собака стоит Есть механическое, ну, вставление лап, как я это делаю А есть, когда собака сама становится в стойку Но я пока что Мишу еще такому не научила Значит, сейчас я задумаю Миша, ждать Стойко, давай Вот лапки Передвигаем лапки, как Удобно будет Ну, как должна Какая стойка у вашей породы У овчарки, например, лапа выдвинута У них фау длинная, да, она может быть выдвинута А она может стоять параллельно Я стою параллельно Для меня это более красиво выглядит В общем, вот так вот сейчас немножко поближе Вот так Стой Вот, и смотрите, мы берем вот ринговку прям под самые уши Берем лакомство Лакомство это в первую очередь Нет Вот собака лапу передвинула Нет Ждать Вот он как-то дрыгнулся Не казалось, что он лапу передвинул Ждать Вот тут берем Можем вот так вот взять Так удобно И стойка Показываем собаке лакомство Вот так вот Чтобы она постоянно понимала, что лакомство есть И за ним наблюдала Вот так вот стойка Ждать Ай, молодец Хороший мальчик Хороший мальчик Гуляй, гуляй Смотрите При команде стойка Я обычно Ну, Миша показывал лакомство И он смотрит за ним То есть держит свою голову ровно Собаки какие-то не реагируют Это лакомство Или там на игрушку Ну, то есть Вообще там Посмотрели Начинать отвлекаться Кто-то держит Вот так вот морду собаки Хотя так нельзя держать Морду собаки Вот так вот И сам видно Здесь вот Ну, то есть вот так нельзя держать Кто-то берет Аккуратный И прямо тут вот Вот здесь вот собаки Смотрите Вот, где кончается череп Вот здесь вот Аккурат поддерживает Этот Кость Ну, пальцем Вот эту вот Морду как бы Чтобы собака держала ровно Чтобы судья не видел И типа собака держит морду ровно Вот так вот Ну, в общем, в конец чтобы она умела сама голову держать ровно такая команда зубы зубы это тоже обязательная команда для собаки чтобы судья смотрит прикус собаки вообще какие собаки зубы поэтому собака должна знать эту команду чтобы она могла показать чтобы не рычала чтобы не отворачивалась то есть смотрите я вам покажу сейчас собаки нельзя брать вот тут вот так поднимать и это не нравится подожди вот видите не нравится вот так поднимать это тоже не нравится собаки надо поднимать вот здесь вот чтобы ей ничего в нос никак не мешало то есть собаки понимаю вот нему нормально все он хорошо себя ведет молодец смотрите ставлю камеру из такие сейчас то есть так собаки говорим команду еще зубы молодец хороший мальчик и и хвали мы можем давать вкусняшку вот эту умничку молодец смотри давай еще смешать . зубы вот так можем показать судьи посмотрите стран зубы молодец пиша зубы хорошо хорошо молодчина ой умничка на молодец еще раз покажем давай посмотрите то есть собака если собака только на секунду зубы все на секунду только секунду подождала сразу даем лакомство молодец а потом удлиняем это это все ну как бы время увеличивая зубы молодец хороший мальчик вот у них это мы зато в ночь я почерую прям молодец а другой дай молодец опять опять дай дай другую 5 хорошим мальчик собака все должна терпеть когда судья если у вас кабель судья стой ну собака должна привозить то что судья будет трогать его короче его движки в паховой зоне или со 7 most of a нет ну ладно всем собака должна нормалей надо реагировать в between out of my zalo по трогам и собаки не должна рычать за хвост мутрога мы тут собаки тут за ляжку трогом и собака дальше спокойно реагирует молодец ухвалим отуновичка собака должна запаса какой негize вы особоdam мы должны ее поругать сразу сказать нельзя или фу а и снова и так продолжать вот тут потрогаем тут заляжку деньги тут вот и спокойно реагировать и молодец умничка ты молодец ты очень хорошим молодец им сказала как научить собаку высказал этом видео ключи собаку выставочным командам как некоторые советы рассказала о такой породе что ты как вести себя в ринге в общем рассказал все что знала вот если это видео набирает 15 лайков то я сразу выпускаю видео о том как правильно вычесывать не фаундленда также это может подойти для таких похожих пород как он вот то есть как его вычесывать как какие инструменты даже нужно иметь ищем если это видео подпишись на мой канал нельзя дать дай мне не шагай зацепилась отдай отдай всем пока